о чем будет это видео это видео будет о том как я перестал курить потому что я не бросал курить я именно перестал сейчас постараюсь объяснить почему если отматывать назад на то я курил с 18 лет и до 36 то есть как раз 18 лет я курил когда-то по моему если память не изменять не было 20 года я решил бросить курить а тогда не курил 4 месяца опять закурил и понял то есть я не садомаза и вариантов там за историю 10-20 раз бросают люди я как бы нет я четко понял что на тот момент я не могу бросать курить это болезненно мне и я как бы не созрел для того чтобы бросать курить поэтому я не издевался над своим организмом над психикой да хотя и близкие люди и родственники и семья члены семьи говорили что стоит бросить курить я как бы твердо знал ни с кем не спорю никому ничего не доказывал я просто продолжал курить когда я уже понял что действительно хочу перестать курить я начал это дело первое что необходимо усвоить и понять что никаких таблеток никаких постепенных бросаний курить применять не следует нужно просто бросить и не курить второй момент бросание курить не нужно отказ от курения не нужно проводить параллельно каким-нибудь там страхом то есть на пачках не зря нарисовали все эти ужасы с раком там с импотенцией с абортами как раз таки тот кто эти коробочки и дизайн разрабатывал они прекрасно знают психику человека и то что человек не бросит курить благодаря этим наклеечкам то есть никаких страхов не нужно не нужно читать о том как там легкие у вас испортятся сгниют или еще чего вместо этого нужно понять что никотиновая зависимость это форма зависимости наркотической химическая зависимость растительного происхождения хотя в современных сигаретах там уже как бы до растительного наверно далеко больше как бы уже химическая зависимость вот но берем аспект никотин который содержится в сигаретах от него организм зависит вот когда вы поймете что это обычная болезнь а не то что вам нравится тогда тоже придет вторая там ступень понимания что тяжело отказаться от того что вам нравится если бы мне сейчас сказали там откажись там от своей любви откажись там от своей дочери от семьи да я бы этого человека порвал то же самое здесь вы должны понять что никотин вам не нравится и вы его не любите что курение вам не нравится и вы его не любите это обычная болезнь как гриппу рви гнойная ангина второй момент не нужно бояться того что вам будет плохо да когда вы будете бросать когда вы простужаетесь и у вас допустим болит горло уже не болит не боитесь что вам будет больно вы просто лечитесь и ожидаете выздоровления точно также здесь когда вы откажетесь от курения так как никотин очень тесно вплетается в различные химические процессы организма у людей могут быть проблемы с сердцем проблемы с сосудами проблемы с желудком проблемы извините пардонте да как говорится без сигаретки в туалет не сходишь с утреца проблемы с деснами зубами у кого-то может быть так как никотин он является сосудосужающим и когда-то в древности даже там табак применялся для борьбы с болезнями десен да то есть отказ от курения может вызвать у вас кровотечение десен я у меня был момент такой что я ночью просыпался от того что у меня из носа шла кровь сильно этого тоже бояться не нужно то есть просто ожидаем физического выздоровления далее психологическое выздоровление первый фактор я сказал это нужно признаться себе в том что вы просто больны и то что на самом деле вы никаким никак не любите а это заболевание зависимость наркотическая и второй момент не стоит бросать ради кого-то с маленькой оговоркой они попозже скажу то есть не надо бросать ради родителей которые просят от многих как бы молодых людей я слышу ну вот там девушки особенно ну вот я влюблюсь там не мой там кавалер скажет я брось я такая ему подчинюсь и брошу на самом деле это обманка от кавалера можно спрятаться за углом можно там чеснока зубы почистить до обманывать а вот саму себя никогда не обманет поэтому необходимо бросать ради себя если уж вы решили бросать ради кого-то знаете вот отец мне в свое время я его не понимал я сейчас уже когда вот отказался от курения вот действительно я это прочувствовал отец не свое время сказал вот сынок что я могу оставить на старость до дом его может землетрясение разрушить да и не будь дома что там образование дал да я молодец молодец все я тебе надавал там садик отдал школу отдал институт отдал выучил там помог там жизни где-то обосноваться на работу устроиться там дом построить но горит что я могу старости тебе дать это то что я возьму и заработать засохой в поле уйду от вас до из этого мира то есть максимально долго будет мы будем здравом уме памяти и физического здоровья вот что мы можем оставить денег не быть им на бузы поэтому потому что понимаете ну не честно получается сейчас мы все даем 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 уничтожаем себя спиртным никотином а потом все это старости в нашей старости забираем у детей да где-то деньги где-то внимание где-то силы где-то здоровье поэтому да всякое может быть вот эта поговорка кто не курит и не пьет тот здоровеньким помрет вот вот это самая великая ценность уйти из этого мира здорово это вот как раз о том если вы вдруг решите бросать ради кого-то именно бросать ради себя для того чтобы не быть обузой детям старость по состоянию здоровья дальше следующий момент старайтесь меньше когда в куре когда вы отказываетесь от курения говорить о том что вы отказываетесь от курения не знаю почему но вот я понял что я не буду об этом говорить люди это замечают конечно но вы просто так отказываетесь от курения не нужно бегать за кем-то за людьми там и дышать дымом там снимать какую-то ломку физическую нет все отрезали и выбросили дальше психологически я продолжал медленно но верно каждый час выходить на всегда перекур то есть как собака павлова лампочка загорелась я пошел на перекур точно так же только если мои коллеги шли налево двора там курилка у нас то я шел на ну каждый час я и свежим воздухом дышал в то же время психологическую вот этот момент я медленно снимал себя до привязанность к обрядам покурить вернее поесть покурить я ходил по гулял в этот момент но самое важное говорю как можно меньше старайтесь думать о том что вы вообще чего-то отказываетесь что вы чего-то там с чем-то боретесь об этом думать не нужно смотреть вот такие видео и желательно потом уже когда вы прошел месяц два три когда мы физические ломки кончились постарайтесь не смотреть вот такие видео легкий там способ бросить курить как я бросал кури потому что может закладываться такая ложная уверенность том что а я бросил курить вот человек бросил курить а может быть мне там одну сигаретку покурить нет это утопия поэтому если вы чувствуете что после таких видео вам хочется еще покурить то завязывайте смотреть это видео это примерно то же самое что там банка спавел с этими страшными легкими на пачках сигарет там страх вызывает еще большее желание курить дальше теперь как бы хороших аспектах на сане курить первый момент о том что я мотоциклист у меня много травм где-то вывихи где-то переломы конечности да после дтп реально я перестал мучиться на погоду мои конечности больше не болят на погоду потому что не знаю с чем это связано с давлением со здоровьем сосудов но все все что раньше у меня любой там циклон антициклон изменение температуры давления направления воздуха все вызывало болезненное ощущение в конечности да условно этого нет